Как и в случае с вычислением числа Fibonacci, можно было бы начать оптимизацию данного алгоритма с запоминания всех ранее вычисленных редакционных расстояний в STD on order map. После чего можно было бы получить небольшое ускорение замены рекурсивной версии алгоритма на нерекурсивную его реализацию. Тем не менее, давайте сразу заметим, что все подзадачи данной задачи можно перенумеровать двумя целыми числами. Например, оставшимися длинными подстрок исходных строк. Поэтому сразу вместо STD on order map для запоминания будем использовать STD вектор. Итак, подключаем нужный нам заголовок. И заводим двумерный STD вектор, в котором будем запоминать все вычленные редакционные расстояния. d от i от g будет равно редакционному расстоянию между хвостами строк стр1, стр2, длинной и g соответственно. Поэтому d от i от g равно getlenstein distance от стр1 с абстракцией с из 1 минус i и стр2 с абстракцией с из 2 минус g. Так, сразу выделим d нужного нам размера. Первый размер у d должен быть size 1 плюс 1. Второй размер size 2 плюс 1. Так как мы хотим написать нерекурсивную реализацию, то нужно перебирать длины хвостов от меньше к больше. То есть, от 0 до size 1. Будем перебирать длину первого хвоста. И от 0 до size 2 будем перебирать длину второго хвоста. Если хотя бы одна из длин равна 0, то d от i от g равно i плюс g. В противном случае нам нужно снова разобрать 3 варианта. В случае, если мы в первой строчке добавляем символ, то есть, фактически из второй строчки удаляем символ, длина второго хвоста уменьшается на 1. И результат соответствующего вычисления расстояния львинштейна записан d от i от g минус 1. В случае, если мы удаляем первый символ первой строки, то длина первого хвоста уменьшается на 1. И в третьем случае на 1 уменьшается длина обоих хвостов. Сравнить нам нужно и ты, и ж ты символов с конца. То есть, сайзе 1 минус i и сайзе 2 минус g. Здесь должны быть индексы. Вычислим полученный минимум из трех расстояний, присваиваем d от i от g. В конце нам нужно вернуть редакционное расстояние для исходных строчек, то есть, d от сайзе 1 от сайзе 2. Сохранили. Компилируем. Проверяем, что программа работает. Ответ 3. Также можем убедиться, что программа действительно ускорилась, запустив ее на большом тесте. Действительно. Берем большой тест. И видим, что ответ получен мгновенно, как и должно было быть, потому что теперь программа работает за о большой от сайзе 1 умножить на сайзе 2, а не за экспоненциальное время от суммарной длины строк. Продолжение следует...